Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Вы в мире домашних животных! Сегодня вас ждет очередная серия про маленькую обезьянку по имени Алекса. Продолжаем расширять гастрономический кругозор маленькой Алекса. И сегодня на ее суд я решила представить такой интересный фрукт, как авокадо. Ведь авокадо – это очень полезный фрукт. Оно ценится за высокую питательность и насыщенную текстуру. Авокадо очень популярен у сторонников здорового питания. У этого плода огромное количество преимуществ, так как оно содержит много калия, служит источником полезных жиров, богата клетчаткой, снижает уровень холестерина, ускоряет усвояемость питательных веществ, насыщена антиоксидантами. Несмотря на то, что это фрукт, он не содержит сахара. И, видимо, именно это его свойство и не пришлось по нраву маленькой обезьянке Алексе. Она, конечно же, с интересом его изучает, но кушать она его явно не собирается. Может быть, проблема в том, что его нужно разрезать и почистить? Что ж, это тоже не принесло никаких результатов. Алекса, конечно, лизнула его, понюхала, но аппетит у нее не разыгрался. Так что, несмотря на всю его пользу, маленькая обезьянка Алекса отказывается его кушать, даже тогда, когда я ей его предлагаю из рук. Посмотрите, как она активно отталкивает мою руку. Как бы говоря, кушай, мама сама этот невкусный и несладкий фрукт. Видимо, заставлять ее это дело неблагодарное и бесполезное. Поэтому, я думаю, что стоит от него ее отстать. А на столе лежит вторая половинка этого фрукта, в которой находится косточка. И вот как раз косточка-то и заинтересовала маленькую обезьянку Алексу. Давайте посмотрим, что же она будет с ней делать. Всем понятно, что для того, чтобы попробовать содержимое косточки, эту косточку нужно сначала расколоть. То есть добраться до серединки. Алекса пытается, но у нее ничего не получается. Слишком уж плотная косточка. Но если уж обезьянка чего-то действительно захотела, то, конечно же, она это будет добиваться. Любыми способами. Сейчас посмотрим, что же придумает Алекса для того, чтобы получить желаемое. Очень странно, но она пошла к миске нашего котика Симбы. Уж не знаю, какого результата она хотела таким образом добиться, но выглядит это забавно. В природе часто обезьянки используют подручные средства для того, чтобы, к примеру, расколоть орех. Сейчас мы что-нибудь придумаем для того, чтобы дать ей такое подручное средство. И лучшим подручным средством, я думаю, что будет являться молоток. Что же Алекса с ним будет делать? Если честно, молоток я ей ни разу не давала. Догадается ли она то, что этим предметом можно расколоть орех? Давайте мы с вами в этом и убедимся. Пока что предмет ее заинтересовал. Но активных действий мы с вами не наблюдаем. Как же маленькой обезьянке хочется попробовать, что же находится внутри этой косточки. Но для этого придется приложить немало усилий и смекалки. Она, конечно же, понимает, что можно использовать молоток. Но пока не понимает, как именно это сделать. Эх, немного не той стороны. Но прогресс налицо. Как вы думаете, удастся ли маленькой обезьянке Алексе расколоть эту косточку? Пишите нам в комментариях. Смотрите наше видео до конца. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы с нами. Делитесь нашими видео в соцсетях. Ставите нам лайки и пишите очень добрые комментарии. Ну а маленькая обезьянка Алекса в итоге решила спрятать косточку до лучших времен. Друзья, я надеюсь, вам понравилось. Всем пока. Здоровья, удачи и хорошего настроения. Мы вас любим.